хочу собрать конверты знакомства вот эти вот потому что мне их осталось три штучки там не бы еще нужно было бы их отправить на полочки две как минимум потому что одной полочке почти кончились они на 2 их даже нет совсем и вот сейчас мы этим всем заниматься доме тут нарезала уже стикерочки всякие которые нужны нужны были вклад нужно было вкладке конечно поскольку я вкладываю стикерочку по-моему штуки 5 я я не знаю чем себя занять потому что что-то из того что меня никак не взяли в маркет мне заниматься особо прям таким чем-то срочным не нет таких дел то есть все что нужно было сделать я сделала вот попробую еще на этот микрофон тоже надо запись когда я на столе сижу посмотрим как будет звук в общем я и бумажку пока бумажки пока остановила делать потому что ну мне незачем пока их прям в таком количестве делать у меня есть остатки есть пока запасы есть пока сделанные всякие открытки поэтому мне пока прям так сильно чем-то нечем заниматься буду говоря я просто дополняю вот всякие остатки обновляю всякие приколы например вот стики стикеры сейчас жду пока придут мне конечно нужно еще раз краску рисовать мне только три страницы готовы еще три нужно нарисовать как минимум еще плюс обложку нужно тоже что-нибудь придумать там с фуфой плюс я еще делала эту бумагу очень сильно заранее потому что когда в прошлый раз меня взяли на маркет я все делал впритык и не все успела прямо сделать ну и думаю ну и пофиг не успел не успелся терна не сказать что прям хорошие продажи именно по вот этого бумаги были покупали покупали вот эти вот конвертики но дать вам не в прям таком ажиотаже все это было как я думала может быть поэтому этот раз я решила сделать все заранее чтобы не делать все впритык увы и меня не взяли как бы и смысла того что я сделал столько бумажек пока что нет ну как она есть на будущее но именно вот прям на данный момент такого нету мне прям сейчас понадобится и поэтому мне и дело таких прям срочных нету потому что если меня взяли то я бы сейчас активно готовилась но с другой стороны а какая разница вот мне не взяли да и что и что с этого изменилось то есть мне все еще также нужно готовить мерч мне все также нужно подаваться на новые полочки подаваться на новые кита места все пополнять смотреть за остатками и вот это вот все внутри на психологически как-то да типа блин я буду спешить по сути я все это могу делать когда угодно тем более я пока на новую полочку еще не поддаюсь хотя хотелось бы я очень смотрю на полочку по новосибирске вот но я жду пока полка чудес что-нибудь ответит по поводу полки в самаре и в нижнем новгороде них вы должны были открыться новые как бы если я подамся в новую полку то в эту полку я уже не смогу податься мне бы хотелось захватить новые полки так скажем чтобы я там вот была на тех местах на которых я хочу быть потому что подаваться в старые полки которые несколько месяцев по крайней мере существуют на них очень тяжело пасть именно чтобы найти место которое тебе нужно которое тебе удобно который тебе нравится обычно есть свободные полки только прям самый верхний куда никто точно не заглядывает мне кажется либо самый нижний еще как-то более-менее вот я на нижних как бы в твоей полке и вроде пока хорошо плюс меня еще устанавливает от того чтобы что-то делать новенькое что я жду всякий коллект например я хочу сделать обложку на паспорт этих коллектов на нету которые расслали бы все города но и из-за этого я не могу как-то собраться заставить себя что-то делать мне вот нужно еще лепить я расписалась все тут дела на июнь и на июль то есть на июне если посмотреть на мои дела которые должны должна было сделать в июне я все сделал их на что и не сделала это не нарисовалось курочками уточками козлика my всякие прикол атом наклейке от это вот все и наклейку на карту я еще не сделала потому что я не придумала я расписала себя даже на июль тут уже пила думаю надо начинать их делать потихонечку и смотреть вообще кто кого чего я вроде найти дела смотрю и понимаю что мне нужно еще ну немало сделать но вверх с викори никак не буду собраться с местами что нужно делать там что же июль у меня осенний дроп планируется с всякими лепными штуками тоже там дофига. Всяких и магнитов, и пинов мне нужно лепить. Возможно, вы в видео про глину видели, там были, где я показывала трафареты. Были некоторые из трафаретов, которые нужно вылепить. Я еще хочу собрать тоже небольшие наборы секретные. Ну, то есть оно будет дороже, чем этот набор. То есть там рублей на 500. Но смотреть, что у меня есть, из чего я могу собрать. То есть там уже будут открытки побольше. Например, вот у Семерка открытка. Ой, открытка. Наклейка, например, будет допустим в этом наборе секретном. Собрать такой большой набор на рублей 500. Потом еще, возможно, собрать на 800 где-нибудь рублей тоже. Я еще хочу их назвать тоже там. Набор побольше, набор поменьше, вот что-нибудь такое. Естественно, там в этих наборах будет выгоднее эти наборы покупать, чем отдельно каждую вот эту вот штучку покупать. Плюс еще приятный элемент сюрприза. Мне тоже это нравится. Если бы у нас были в Самаре такие авторы, которые вот такие наборы делают, я бы у всех, наверное, купила бы. Ну, естественно, у всех, у кого мне стиль нравится. Но у нас нет таких авторов. У нас в твоей полке мало таких авторов. похожих на меня. И если даже они есть, у них нет вот именно тайных наборов таких. А вот еще, вот она. Моя вечная проблема в том, что я вообще невнимательная. То есть я, по сути, самая внимательная человек. Ну как, я довольно внимательный человек, но за ней, когда я прям чувствую себя очень уставшей, я вообще... Ну это нормально для человека, я думаю. То есть я вообще невнимательная и вообще делаю какую-то херню обычно. И вот сейчас произошла примерно такая же херня. В общем, есть такая проблема, что я сохраняю не в том размере. То есть вот этот стикер-пак, я его делала в размере в два раза больше, чем осень, на всякий случай. Вдруг мне там захочется из этого стикер-пака потом собрать пак побольше. Или вдруг я захочу что-то из этого стикер-пака вытащить там и на какую-нибудь открытку, например, поместить и всякое такое, чтобы это не перерисовывать. Я обычно делаю чуть побольше в размере. Я, конечно, такое редко вот так вытаскиваю именно на размер побольше. То есть, например, у меня вот стикер-пак со скетчевыми животинками есть. Вот с него я вытаскивала для татушек, но татушки по размеру были меньше, поэтому там даже пришлось уменьшать. И вот у меня вечная проблема, что я в этом 2х размере рисую, а смысла от этого нету, потому что потом я уменьшаю. То есть, в частности, я уменьшила до 7-го размера этот листочек и сохранила его. Сохранила, закрыла файл, думала, что я не сохранила. Закрыла файл, думала начать заново все это вот делать. Я сейчас делаю контуры, если что. Но нет, так не получится, потому что оказалось, что я уже сохранила в уменьшенном размере. И теперь у меня есть только А7-го размера вот этот вот мой стикер-пак. Я надеюсь, что он мне не понадобится размера больше, потому что перерисовывать я бы, конечно, не хотела, но если придется, тогда придется перерисовывать. В общем, я не знаю, что за проблема со мной вот именно в этом плане, что я постоянно не в том размере сохранила. У меня уже так было. Я пересохранила вообще вот этот вот, перезаписала на файл этой открытки почему-то другую открытку. Я не знаю, как это получилось. Я перезаписала вот эту, по-моему, открытку на вот эту открытку. И теперь оригинала этого открытки у меня нету, то есть оригинала именно с раздельными файлами, ой, отдельными слоями. То есть у меня все объединенно только есть, то есть объединенный фон, объединенные буквы, объединенная сама коровка. Я не знаю, как это получилось, то есть они называются вообще по-разному. Тут это называется коровка отдохни, это называется открытка мы. И я вообще не поняла, как это случилось. Я вообще этот момент упустила, я только потом увидела, когда уже открывала файлы, проверяла их, перепроверяла. Оказалось, что у меня оригинала-то и нет теперь, оказывается. Если он куда-то делся, я пересохранила, перезаписала зачем-то. Я не знаю, как это происходит. Я не знаю, что мне нужно делать, чтобы этого не происходило. Сейчас я делаю контур для вот этого стикер-пака. Думаю, его тоже отправить, когда буду отправлять на печать, другую типографию. Но у меня вот, если вы заметите, у меня получаются вот такие вот обычно непонятные штуки из-за моей кисти. У меня кисть немножко такая карандашная, если можно вот видеть. И мне нужно, короче, самой отрисовывать заново весь контур. Контур обрезки я обычно сижу, потом вот так вот обвожу. А я этот предварительный контур делаю, чтобы понять вообще, как у меня вмещается, не вмещается на листы мои стикеры с контурами для вырезки. И потом все это переношу уже в иллюстратор и делаю там уже векторные контуры, потому что нужно в векторных контурах отправлять. Можно, конечно, не векторных, они и сами могут делать контуры. Но, как видите, мой карандаш вот такой вот, и на нем контуры делать, конечно, да, такое себе. Почему я еще так не делаю? Почему не отправляю, чтобы мне там сделали контуры и не тратчу на это время, так скажем? потому что я хочу узнать итоговый результат какие у меня контуры будут а если кто-то за меня будет делать и контуры то есть я не буду знать кто какие-то мне контур это по итогу приду мне спокойненько дать я знаю в одном из влогов я рассказывала что сейчас я делаю новую коллекцию связанную с ностальгией по деревне и этот стикер пак тоже был создан в рамках этой коллекции этого дропа я не знаю как назвать все еще это правильно раньше я рисовала таком скетчевом стиле так скажем диджитале то есть я делала какие-то типа зарисовки на разных листочках вот был такой стиль и он мне очень нравился я все еще думаю что сделать этими листочками потому что выглядят они интересно но не уверена пойдут ли они для открыток или для постеров например в общем не суть такой скетчевый стиль мне очень нравится плюс я давно хотела куда-то применить такой фон в виде листочка вырванного из тетради я поняла что это идеальный просто стикер пак деревенские с ностальгией сделать на таком листочке потому что в детстве когда не было еще скетчбуков и все вот это вот я рисовала в обычных тетрадках в линейку в клетку неважно у меня даже альбомов особо не было потому что альбомы были большими хотелось чего-то небольшого там размера опять взять с собой деревню привезти там порисовать и у меня очень было много этих тетрадок но сейчас к сожалению их наверное не существует уже и по крайней мере я у себя дома не нашла когда обсиди нас приезжала но в памяти то это конечно же есть поэтому этот тикер пак был создан как раз таки на этих воспоминаниях и о летнем времени когда мы с бабушкой пили чай самовара играли в карты собирали ягоды играли в домино она готовила яблочный пирог очень вкусные ну и конечно же татарские очка чмаки как как без этого татарская бабушка и без очемчмаков не может быть в общем весь этот стикер пак наполнен моими уютными воспоминаниями и я надеюсь что у кого-то это тоже откликнется ну или хотя бы понравится по стилю как это все нарисовано потому что рисовала тоже такой карандашной кистью потому что детстве рисовала карандашами большинство своих рисуночков вот такая вот история этого стикер пака но я конечно накидала в корзину сколько всего у меня там этих стикер паков тоже напечатать в другой типографии там конечно сумма такая выходит прям интересная примерно такая же сумма мне выходил когда я в первый раз печатал еще там тоже очень много стикер пак я печатала в первый раз я вот жду на этой неделе если будет акция какая-то будет вам вообще прекрасно какой-нибудь промокодик надеюсь они нам дадут я бы промокодик вела и там хотя бы 10 процентов скидку уже было бы неплохо уже там было бы не 7000 рублей поменьше 6500 суд наил новый адоп иллюстратор а мы были как-то странно вот тут чё он наделал почему он не так тут сделал должно быть как-то вот почему он так резко все этот опускает на и должны быть плавненькие он отпускай как-то резко а еще он мне почему-то профиль мы постоянно теряет профиль сми к я не знаю почему не приходит каждый раз его настраивать вот моя корзина 6073 рубля сейчас я пока положу в корзину и этот стикер пак пусть он будет чтобы знать община сколько у меня выходит если до конца недели не дадут при будет обидно 7 до конца этой недели не дадут никого промокода а потом наступи следующей неделе они дадут промокод это будет обидно конечно заказываю пока по 30 штук каждую обычно не дают промокод конечно в во вторник вроде как машине дадут промокод на этой неделе дайте пожалуйста промокодник с меня на 7000 выйдет заказ на 7139 рублей это же нами скидка 7 процентов аж 537 рублей скидочка но 7000 конечно я тут в общем думаю полное изменение раскладки в полке чудес в питере по крайней мере на первое время я тут тут расчертил и и пытаюсь понять как лучше будет сделать я хочу поменять этот вот стендик как назвать подставку я хочу купить побольше как я хочу я уже купил побольше подставку чтобы расставить побольше вещей вот тут вот и здесь мне еще остается пространство некая то есть сюда она у меня будет в три этажа сейчас которая подставка на менять потому что у него вот есть такие вот разделители и то есть нельзя вот так вот прямо изложить чтобы как веерочком было все в общем я хочу сюда вот например когда мне приедет и конечно посмотрю еще по раскладываю я надеюсь так можно кстати менять но я думаю что можно это было бы тупо если бы нельзя было так менять я думаю что можно я думаю такой посмотрели хозяева полки чудес вот я хочу что верхние поставить большие открытки и если останется место еще сюда поставить гирлянды нижняя поставить открытика печатные которые 10 на 10 вот их сюда здесь я у хотела уже открыть поменьше 8 на 8 открытки тут у меня также остается кача дождик пошел как миленько вот и сделал высчитывала все как бы лучше сделать потому что хочется чтобы еще вместились стикеры все тоже тоже стикеров много вот здесь я думаю оставить в общем все пины которые остались и возможно еще сюда пины у меня там еще по моему остался один бокс слова для души ну чего как нужно будет найти еще поместить так тут у меня раз 12 сантиметров у меня остается тут еще 20 сантиметров еще на что-нибудь тут еще 8 остается сантиметров но я не знаю 8 это очень мало посмотреть может быть я могу купить что-то посмотреть может быть есть ящики вот такие 8 на 8 большой будет длинный конец ящики против печет сохраняла название что повод такой вот чего такой ящик что можно присмотреть не такой вот такой вот такой вот а тут два а тут набор метод нужен только вот этот большой в общем вот так я пока думаю я заказала только этот вот большую большой стеллаж на три полки он приедет я буду все раскладывать на полу смотреть надо еще написать полки чудес и раз буду отправлять туда новую поставку изначально что-то как-то раскладка и не прям тяжело было это все сделать сейчас я прям посмотрел кита свежим взглядом уже столько полочек пересмотрела и понимаю что моя полочка выглядит не очень презентабельно и нужно что-то менять не выдержала короче не могу я ждать когда тут будет скидочки в этом в стикер студии вот я решила все же заказать тут вот куся мир позже работа городские марки все по 30 штук заказала вот из старого еще тут с едой стикеры и из нового тут два стикер пака с коровками и не вот деревенский этот пак потому что все это и так будет изготавливаться до 8 10 июля а придет она еще позже чем эти числа я бы хотела уже там в июле отправить новую поставку в полку чудес петербургскую вот я бы хотела там потому что поменять раскладку как я уже рассказывал если я буду ждать и скидки это скидка если только на следующей неделе будет у вас 8 числа и того мне стикеры придут там только 23 числа это уже конец июля я бы хотела прям побыстрее отправить побыстрее поменять там раскладку вот вот так я думаю видите какая сумма тут вышла у меня настолько еще не был по моему заказов ни одного заказа мне первый заказ был по моему на меньшую сумму там тысячи до 5000 меня был первый заказ и в основном и у меня тут на 3-4 тысячи выходила это прям самый большой заказ на 7000 рублей мне нужно следующих следующих влогах мы с вами будем распаковывать это все потому что это придет опять-таки же ну дай бог она придет вот на следующей неделе там числа может 12 13 было бы хорошо и я бы уже там в понедельник например уже собрала поставку в полку чудес я отправила бы еще как вы поняли я думаю я забрала свой заказ наклейками на карту вот оказала по 50 штук и по-моему побольше к этим 50 она потолще выглядеть обычно я это раскрываю и считаю сколько штук всего положили тут иногда они кладут больше точнее как иногда я только раз заказывал мне там побольше положили на пару штучек я одну наклеечку данилу отдала что я думаю считать 50 что должно быть 8 9 10 10 брак вот эти из-за браков они кладут так 50 у меня лишнюю получается 51 52 53 штучки не положили лишнего и один брак и кусинирочку семечку кого-то побольше положили хотя не возможно так кажется потому что может быть тут толще сама бумажка там что-то еще это вот покрытие очень блестящее покрытие голография его забыла слова да не потолще вот вот тут тоже какой-то брак прошлый раз браков небо я не заметил по крайней мере вот раз прям два брака уже нашла 50 этим 52 штуки получается напечатали вот это все тоже нужно будет упаковать пакетики на имя счастьем займущись на нем по работе напишут я так пересчитываю потому что один раз мне не рассказывал нет я с ней короче не дослали стикеры к семеркой не такая ой тут не хватает я заказывал там по моему штук 30 или 40 и менее положить там чуть меньше половины это кого-то не хватает блин вот если бы так не считала я бы осталась без стикеров доме сидела выдумала где они плюс еще записываю все в табличку чтобы следить за остатками чем у меня вообще есть что мне нужно заказать и все вот это вот а Я смогла напечатать на принтере вот эту вот штучку, то есть я смогу нормально собирать эти сюрпризы и по большей сюрпризы, по меньшей тайной эти конверты, потому что писать все это очень долго. Тут, конечно, тоже свои сложности есть. Тут нужно настраивать эту вот длину туда-сюда, но это намного легче в любом случае. Даже если эту длину настраивать и искать подходящие листочки, это намного легче и намного быстрее будет. То есть я смогу на одном листе уместить там сразу несколько штук. Мне сейчас только нужно будет это рассчитать. Как лучше сделать именно размеры всякие, припуски, отпуски. А то я тут напечатала, случайно, тут сначала. Вот. И это можно будет вкладывать в эти тайные конверты, чтобы человек знал, что там будет. Потому что я не хотела заказывать на заказ вот эти вот всякие конверты, не конверты, а всякие штучки. Вот эти вот надписи, так скажем. Потому что мне хотелось оставить эту вот бумагу именно свою. Я печатала не на шершавой стороне, потому что я боюсь, что шершавая сторона может немножко не так напечататься. Вот. Сейчас еще попробую напечатать вместе с текстом. Посмотреть, какой размер лучше выбрать. Потому что сюрприз хоть и побольше называется, но конвертик там будет... Впрочем, мне нужно сначала определиться еще с размером конверта, я думаю. Попробую сейчас собрать примерный хотя бы конверт. Понимаете, вмещается ли вот именно вот такая длина в конверт или лучше поменьше. Я бы хотела поменьше, на самом деле. Я бы хотела вот так вот в углу просто эту штучку выложить. Хотя не знаю. Она же будет двигаться, она же не приклеенная будет. Короче, я еще подумаю, что с ним делать. Надо собрать для начала сам секретный конверт в первую очередь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока я тут режу стикерочки для, собственно, что я показывала секретных этих конвертиков. Расскажу вам, что я еще записалась на коллект. Все-таки я нашла. По обложкам на паспорт. Так что обложкам на паспорт быть. Я пока не знаю, заказывать ли два. У меня, конечно, только пока один готов. Ну, так сказать, готов. Я нарисовала рисунок, но он еще не готов. У меня есть только основной рисунок, и нужно еще прям целую обложку доделать. То есть там задник еще нужно доделать, там что-нибудь придумать. У меня была идея для счетной обложки. Я вот теперь думаю, рисовать ли две. Потому что если рисовать две, то может выйти очень дорого. Я думаю, что пока только одну заказать, попробовать посмотреть. Но хотелось бы две. Потому что я там хочу с жиробоком и с кусимеркой, естественно, сделать. И почему я бы хотела сразу две заказы? Потому что обычно, если я что-то делаю, то я делаю и с кусимеркой, и с жиробоком. Единственное, что у меня нету с кусимеркой, это открытки у меня с кусимеркой пока что нет. Пока я ничего с ней не придумала. Вот, а так у меня все по парам. То есть опять вот эти вот стикеры, с которыми я режу. Наклейки на карты у меня тоже одна с кусимеркой, другая с жиробоком. Пины всякие тоже их попарно. Никто не обделен. Вот, я из этого думаю, заказывать ли сразу два или заказывать не сразу два. Пока есть время, пока не приехали новые товары, нужно все это сделать. Потому что когда это все приедет, мне нужно будет это все. Во-первых, отфоткать, естественно, чтобы в ВК и на Озон поместить. Во-вторых, нужно будет все это собрать, упаковать и отнести на полки. Собрать поставку на полку в чудес в Питере. Спросила еще сегодня в Питерской полке, можно ли как-то поменять там раскладку. Потому что я не знаю, у них это вроде нигде не прописано. То есть, по идее, раскладку поменять можно, естественно. Но когда ты иногородний, это делать сложнее. Потому что я же хочу некоторые коробочки оттуда забрать, а некоторые коробочки поменять. Вот, естественно, когда ты иногородний продавец, это все сложнее. Потому что либо твои коробочки нужно будет где-то хранить, которые тебе уже не нужны там на полке твоей. Либо отсылать тебе. То есть, ну я вижу такую ситуацию, что они отошлют мне эти коробочки. Единственное, что мне придется платить за доставку. Конечно, мне очень приятно. Вот, ну что поделать, раз я тупанула вот так вот, не продумала заранее. Ну, ничего, на ошибках хочется, как бы. И я спросила, мне сказали, что спросят у более компетентного сотрудника. И мне ответят. Надеюсь, что ответят довольно-таки быстро. Господи, я такой лох, вы просто не представляете. В общем, вы, наверное, помните, что я заказывала такие вот свои стикеры. В той типографии, в которой я ждала какую-нибудь скидочку. Какой-нибудь промокод на скидку. Потому что у них обычно бывает, ну, не каждую неделю, но бывает иногда скидочки. Они стараются каждую неделю, по крайней мере, выкатывать. И вот и ждала, ждала я. И вчера в среду я не дождалась. Думаю, ну все, наверное, нет уже скидочек. Раз сегодня уже среда. А у них скидки... Среда? Среда? Как правильно? Среда. А скидки у них обычно только до пятницы. То есть, пятница, последний день. То есть, на два дня давать промокод на скидку, это что такое? Вообще, как-то не очень. Не промокод недели тогда получается. А у них это все промокодами недель называется. Я такая, ну, ну ладно, закажу. Вот оплатила эти 7 тысяч рублей, блин. Захожу, потом я вечером на почту. Мне приходит такое вот письмо. В 20 часов 12 минут. Привет. На этой неделе даю наполнительную скидку на стикерпаке. Есть процент в скидке. Я такая, что? Вы специально, что ли, ждали? Пока я не знаю какие-то... Не знаю даже, чего вы ждали. Что вы ждали? Я такая думаю, да, капец, я лох. Сейчас нужно еще собрать посылочку. Тут на зоне заказали. Пин-клоун. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 подставка для открыток больших для гирлянд может быть еще что-нибудь можно будет придумать хочу начать собирать потихонечку заказы со сходки маркета целения получил всего лишь три заказа не так много как я ожидала по крайней мере 5 ничего не ожидала конечно но я думала что будет побольше чем 3 любом случае но хотя бы не 0 уже радует потому что кого-то вообще 0 заказов но на самом деле даже не знаю лучше ли чтобы меня было 0 заказ пили 3 заказывали очень приятно что люди проявили внимание ко мне сейчас буду собирать потихонечку сегодня последний день сегодня 5 число я продлял до 5 числа сегодня 23 59 по мск это все закрывается и все заказы больше не принимается но я думаю что сегодня уже заказы не будет скорее всего на ничего больше не пролетит я начну вот собирать потихонечку мне нужно подписать конверты кому что вот тут нужно будет приклеить имя потому что здесь нет некуда подписывать я тут еще положил всякие подарочки у меня там было в условиях что я положу какие-нибудь подарочки и тут кому-то стикеры рандомны попались кому-то открыточки сейчас все буду перепроверять точно я все положила и все а про саму сходку маркет именно от моих ощущениях расскажет вам закадровая диана на самом деле мне очень понравилась именно вот эта сама движуха сама идея этого маркета назовем это так потому что ну это реально маркет просто онлайн идея прям реально суперская то есть ты сидишь дома у тебя кита онлайн заказы приходит мне нужно никуда ехать не нужно никакие столы арендовать так далее думать как ты приедешь где за ночевать и всякое вот это вот как обычно происходит на маркетах да то есть ты буквально сидишь дома у тебя кита онлайн заказа приходят может быть не каждый не может быть и вообще тебе только один заказ придет но в любом случае с моя идея чтобы поднять онлайн заказы она очень хорошая плюс также тебе могут узнать люди и плюс еще участие не очень дорогое и если у тебя не будет заказов они еще возвращают деньги за участие но само мероприятие совсем новое так понимаю но проводилась вот лишь второй раз еще и поэтому такого прям большого ажиотажа не так много вокруг этого маркета и возможно еще город такой знаете не очень популярный возможно для мерча хотя не знание мне конечно судить но все твои заказы отправляются в уфу для тех кто не знает чуть расскажу вкратце сходка маркет это онлайн маркет который проводится примерно так же как и все маркеты но просто онлайн то есть и также платишь за участие твои карты мерча также репостят твои работы репостят на стену группы а тебе рассказывают говорят там вот заказывать к этому дню там и так далее а потом люди тебе приходят заказывать у тебя говорят вот я заберу заберу на сходка маркете и ты такой да 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 мне от вас только ваша фамилия имя там нужно и все ты их записываешь ведешь учет берешь деньги назначаешь какую-то определенную дату когда ты уже все больше не принимаешь заказы потому что например я попала такой летний сходка маркет так назовем и заказы принимались до 14 июля но из того что я иногородний автор я должна была как-то сама рассчитать сколько будет длиться доставка до уфы поэтому я сама назначала дату такого времени я могу принимать заказы и все вот это и сначала у меня дата была 2 июля потому что я думала что сдэк все так же что-то плохо будет наверно работать потому что информацию объявления об этой сходке маркете я делала еще получается в начале июня наверное что-то такое в начале июня там стек еще как-то очень криво работала я боялась что я не смогу отправить сдэком а почта естественно отправляет там неделю он может ввести посылку поэтому я брала прям такой большой срок до доставки до 12 июля потому что все посылки должны были быть 12 июля у организаторов но потом я продляла до 5 июля потому что сдэк заработал до от продления смысла особо не было потому что после 2 июля заказ уже не было я смогла даже что-то заработать конечно немного потому что у меня было всего лишь три заказа и заказы были абсолютно разные но средняя стоимость заказа была там 300 350 рублей но сама идея очень крутая как я уже сказала я надеюсь что организаторы девочки организаторы будут только развиваться в этом деле не бросить эту задумку может быть потом в другие города период может самаре когда-нибудь будет сходка маркет я возможно даже сама бы у них чего-нибудь попросила бы типа давайте я у себя в городе устрою расходку маркет как вы на это смотрите но я боюсь что в самара тоже не такой прям популярный город на мерч хотя не знаю некоторые говорят что маркет данж например очень долгожданный в нашем городе и все любят такой мерч но не знаю из того что у нас такого мало в городе нас всего лишь там одна полочка в городе недавно буквально открылись пару лет назад только они в магазины первые поэтому я вот не уверена насчет того что насколько это популярно у нас в уфе все-таки там несколько таких магазинчиков где продают авторские мерчи все вот это и возможно уфа даже более мерчедельская нежели самара но я очень бы хотела участвовать еще в таком маркете мне прям очень понравилась сама идея то что мне нужно никуда идти я просто чисто вот переписываясь людьми и все и мне хорошо потому что конечно же маркет в привычном его понимании это прям такой стресс конечно небольшой для организма как физически так и ментально хоть и у маркетов тоже свой особый шарм есть таких прям оффлайн но мне кажется онлайн маркет тоже имеет свое место для существования потому что это что-то необычное во первых я такого еще не видела и нужно еще познакомиться очень быстро со всеми авторами есть тебе не нужно каждый столик обходить находить время чтобы отлучиться чтобы эти проверить столик чей-нибудь а ты буквально сидишь и пролистываешь все альбомы там еще были вот альбомы со всеми авторами где были фотографии со всеми изделиями со всем мерчом но я надеюсь что сходка маркет еще будет проводиться особенно было бы прикольно под новый год все себе подарочки там будут покупать заказывать я надеюсь что меня возьмут потому что если они дальше будут развивать свою эту вот движуху она становится все больше и больше и авторов которые желают участвовать тоже становится будет все больше не знаю конечно если у них какие-то ограничения по количеству авторов потому что все они эти заказы потом раздают сами то есть они приезжают потом в какой то там pc то есть прижать этими коробками заказов и стоят там раздают людям которые приходят говорят вот я заказал того-то там потемн 당ресли будет авторов и не знаю даже 100 и у каждого хотела по одному заказу будет я думаю если будет авторов стоит там уже не по одному заказу каждому будет это конечно там выйдет довольно таки накладно поэтому там у них не должно быть какое-то ограничение для количества автора Поэтому организаторам желаю только дальнейшего развития, как в этом деле, так и в своих каких-то личных делах. Я вот им еще шоколадку просто положила, чтобы им приятно сделать. Потому что девочки действительно молодцы, что занимаются таким, что развивают все это. И берут на себя такую ответственность, наверное. Это правда очень серьезно, отвечать за чужие заказы. Даже если ты никак не связан с деньгами и всем вот этим, тебе в любом случае нужно все эти заказы раздать, их принести. Еще там постоять в этом ТЦ, подождать. Еще с авторами общаться, это знаете, тоже. Может быть, в момент мне тяжело, потому что некоторые не читали закрепы очень важные, где были все ссылки указаны, вся информация была указана. Своих сложностей даже в онлайн-маркете немало, что уж говорить об оффлайн каких-то движухах. Поэтому я очень довольна в целом. И на этой хорошей ноте я буду заканчивать этот влог. Надеюсь, вам нравятся такие видосы. В следующем влоге у нас с вами будет влог типографии. Мне будут приезжать всякие открыточки, наклеечки. Мы их будем с вами распаковывать, смотреть, считать, фоткать, обрабатывать, выкладывать. В общем, да. Увидимся в следующих видосах. Спасибо вам за просмотр. Всего вам хорошего и пока.